Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья и радости, любви мои дорогие. Сегодня у нас в Италии снова плюс 19 градусов, на тучи ходит хмуро. Да и ладно, главное, что тепло. Я знаю, что в России сейчас тоже тепло, и это здорово, потому что в прошлом году мне присылают фотографии, я была в России, и уже был снег, ху-ху-ху, два года назад. А сейчас у нас хорошо тепло по всему миру, мил дело. Но сегодня я хотела бы вас еще поздравить с двумя праздниками. Это праздник Казанской Божьей Матери и День Народного Единства в России. Поздравляю, мои хорошие, я с вами тоже едино. А поскольку у нас сегодня два праздника, то, конечно, это надо отмечать. Тем более, что еще законный выходной у всех гражданств, у всех, кто работает на, так сказать... В общем, у кого есть выходной, значит, поздравляю. У кого нет выходной, я тоже поздравляю. И тоже нужно отмечать. Если не в обед, то, значит, вечером. И поэтому сегодня, дорогие мои, я с вами делюсь еще одним своим рецептиком за две минуты. А только хороший такой рецептик. Сегодня я с вами делаю пасту Аль Сальмоне. Это паста тоже самодостаточная, очень-очень-очень вкусная и делается всего за две минуты, как все мои рецептики. Поэтому хорошо ее делать и самим, со своей семьей. И когда к вам приходят гости, это тоже паста вообще раз-два готова, и все останутся довольны. Потому что она насыщает хорошо организм, и очень вкусная, и готовится она очень быстро. Поэтому, когда приходят гости, это, я считаю, очень хорошее блюдо, чтобы удивить своих гостей и всех накормить. Съешь пасты, и больше никакого второго не нужно. Потом можно какой-то чай попить с конфетами или с тортиком. Люблю вас! Итак, паста Аль Сальмоне за две минуты от Ольги. Поехали! Паста Аль Сальмоне. Итак, для нашей пасты Аль Сальмоне потребуются, конечно, сальмоны. То есть, любая красная рыбка, здесь у меня немножечко афумикаты, то есть, она немножко с дымком. Здесь у меня 200 грамм. Ну, вполне достаточно будет и 100. Ну, конечно, чем больше, тем вкуснее. Лучок один, но даже половинку я использую. Паста. Я взяла пенны. Специально пошла купить фарфалины, типа бантики. Потому что к этой пасте идут бантики. Но, поскольку я забыла и возвращаться мне в супермаркет не хочется, будут у меня сегодня перья. Но вообще, я вам советую паста Аль Сальмоне, фарфалины, бантики обязательно. Потом у меня идет фарина, латте, молоко. Но, вот это вот все можно заменить баночкой сметаны. Я сделала сегодня менее жирную, так сказать, вот такое. Ну, и, конечно, масло, соль и наша приправка, как обычно. А еще и прицема, конечно, петрушечка. Что хочу сказать. Здесь может быть красная рыба, как вот она такая афумиката, и может быть свежая. То есть, любую. Можно солененькую, можно свеженькую. Какую хотите, такую используйте. Сегодня у меня вот такая. Она немножечко с дымком. Итак, поехали. Поехали. На сковороду мы выливаем оливковое масло. Добольные такие. Обильно. Вот я сколько налила. Как вы видите, вот у меня получилось вот так. В это время мы поставили воду, посолив, под нашу пасту. Итак, сначала мы чуть-чуть разогреваем нашу сковородочку. И высыпаем туда уже нашу половинку лука. Чуть-чуть совсем его поджариваем. Можно даже закрыть крышечкой, чтобы он немножко был не только жареный, но и, так сказать, вяленый. И сейчас мы в это время режем нашу красную рыбку, наш сальмоне. Лучок уже практически попассировался. Поэтому сюда мы добавляем нашу сальмону. Такая вкуснятина. Хотела сказать, что сальмоны, как только мы добавим, практически одну минуточку нужно. Потому что у меня уже она такая с дымком. Все время забываю, как называется. В общем, она уже солененькая, не свежая. Поэтому если свежая, то одну минутку. Если такую, как у меня, солененькую, прям практически полминутки и достаточно. Вот, сделали мы нашу рыбку красную и закрываем. Вот, буквально-буквально-буквально на полминутки мы ее там держим. Вот наши сальмоны уже практически пропарились. Полминутки. Добавляем наши приправки. Но это кто любит пикантные, как я уже говорила. Мы это дело любим, поэтому добавляем. И сразу я добавляю. Можно засыпать это все сметалой. Залить сметаной и подождать, пока она будет готова. И потом немножечко и все. Больше ничего. Я добавляю, дорогие мои, муки. Совсем капельку. Вот одну ложечку у меня такая получилась. Даю ей немножечко поджариться. Ну, это все совсем-совсем немного. То есть это, так сказать, соус сальмонный. Он делается очень-очень-очень быстро. Я вам говорю, паста больше варится, чем мы делаем соус к пасте. Вот уже не готово дело. Так, мука у нас уже тоже готова. И мы заливаем это все дело одним стаканом молока. Жюх! И все. Делаем огонь побольше, потому что у нас такой вот соус должен быть немножечко загустеть. Как типа крем. Ну, это практически так же, как и делается заварной крем, как делаются все соусы, как делаются все подливки. Это тот же самый-самый метод. То есть мы это все уже сделали. Теперь ждем, пока она загустеет. Ну, конечно, перемешивая. Пожалуйста, ждем немножечко. Время от времени перемешиваем, как я уже говорила. Ну, доведем до кипения, да и все дела. И у нас уже соус готов. Вот, как мы видим, у нас уже закипел наш соус. Посмотрите, как получается такой крем. Очень-очень-очень кремозная такая паста у нас получится. То есть вот такой вот кремушек. И уже у нас соус готов. Единственное, что мы сюда добавляем, наши петрушечки. Петрушечки мы добавляем, чтобы было красиво. И она убивает рыбный запах, дорогие мои. Вот мы добавили петрушечки. Просто еще раз перемешали. Все, соус готов. Теперь ждем, пока у нас сварится паста, чтобы пасту сюда высыпать. Закрываем и выключаем. Соус у нас готов, дорогие мои. У нас уже готов. Ха-ха-ха-ха. Сейчас паста, у нас вода закипела. Обратите внимание, если у вас сальмоны, красная рыбка уже соленая, ее уже солить, этот соус, не нужно. Мы используем соль только, когда варим пасту. Итак, как я говорила, у нас сегодня пены, а лучше фарфалины, лучше бантики. Я сделаю много. Где-то у меня полкило, грамм 300 я сегодня делаю, потому что Винченцо обожает эту пасту. И ждем, потому что она варится аденте 11 минут. Если тверденькая, я делаю ее немножечко помягче, поэтому 12 минут. Итак, ждем. Паста у нас готова. Мы ее уже откинули до дуршлачок. И снова я положу ее в кастрюлю. Сейчас мы эту пасту добавляем в наш соус. Одна фишка. Когда вы добавляете пасту в соус, который стоит у вас на сковороде, сделайте маленький огонь под сковородой. Она должна немножечко прокипеть. Нашу пасту. Ну и, конечно, сейчас мы ее как следует перемешаем. Посмотрите, какая у нас получилась она кремоза. Такой вот получился у нас соус, как вот крем натуральный. Немножечко сделаем побольше огонь, чтобы она как хорошенечко вся пропиталась. Вот у нас и все готово, дорогие мои. Если кто-то, если кто-то, у кого-то может быть не 200 грамм сальмона, как у меня, а 100, можно вместе с лучком добавить половинку дзукини. То же самое, тоненькими-тоненькими. И его нарезать вместе с лучком, его так немножко поджарить, а потом то же самое сальмоной, как мы уже все это делали. Вот, дорогие мои, собственно говоря, паста у нас готова. Посмотрите, какая кремоза. И сейчас мы уже можем ее сервировать на тарелочку, что мы и сделаем. Выложили пасту на тарелочку. Еще немножечко мы сверху посыпали уже свежей петрушечкой. И в конце мы даем филину олья свежего. Вот. Вот она с пастой готова. И мы ее можем спокойненько поставить на стол и съесть. Дорогие мои, соус мы готовили с вами всего за две минуты. Сварили пасту. Очень она вкусна, проста в изготовлении. Попробуйте. Всем вам советую. Тем более, что я вместо сметаны использовала, как я вам показывала уже, молочко обезжиренное. Поэтому здесь жиров очень-очень-очень мало. Поэтому эта паста у нас относится к правильному питанию. Но если вы съедите одну тарелку такой пасты, второе вам уже есть не захочется. Итак, приятного аппетита! Здоровья, счастья, радости, любви! Ура! Ура!